Это уже непосредственно павильон, посвященный именно мототехнике. Вот это стенд Зонгшин, да, то есть его Зонгшин, как мы говорили, он на самом деле достаточно разнообразный модельный ряд. Это было вот на выставке Сима, можно было посмотреть месяц назад в Чунцине. Тут есть электрические, но с другой стороны увидим сейчас там бренды Зонгшина. Еще раз посмотрим их. Здесь, например, можно увидеть вот такой интересный движочек NX250. То есть это двигатель четырехклапанный, мы видим. Double Overhead Camshaft. И это двигатель для внедорожных мотоциклов. Можно посмотреть, вот какая у него мощность. Мощность 32 киловатта умножить там на 1,36, то есть больше 40-45, наверное, на лошадиных сил. Что, конечно, очень интересно для объемов 249,8 кубических сантиметров. Не знаю, сколько он стоит на самом деле, но... Но от таких мощных двигателей, вот он как правильно называется, то есть ZT-178 MM2. И мощность у него равняется, по сути, мощности NC, наверное, 450. Такой есть двигатель, который в ряде мотоциклов уже в России, конечно, давно можно встретить. В внедорожных именно мотоциклах, которые помощнее и подороже. Вот, например, бренд Изоншин, это Синека. Здесь мы видим электрический скутер, который уже видели в Чунцине. Ну, собственно, электрика здесь тоже повсеместна. Достаточно интересный мотоцикл, вот такой классик, можно сказать. Правда, ну, особенностью интересным является то, что в таких классиках китайцы не любят делать багажники. Но здесь его тоже нет. Он здесь как бы по своей концепции не вписывается, но и в России этого не любят, потому что все-таки хочется, чтобы был багажник, на который что-то можно было разместить. Но здесь его нет. Также мы здесь видим, что эта модель не имеет кикстартера, как, в принципе, повсеместно уже в Китае и в других странах. То есть кикстартер для большинства, наверное, стран не имеет какого-то значения, а в России его по-прежнему хотят видеть, как запасной какой-то аварийный вариант запуска двигателя. Вот они две модели, которые мы тоже видели. У нас в продаже есть такая модель, как X-Trail. Где-то обзор, наверное, в это время уже вышел на канале, потому что приехала новая партия. Ну и от Зонгшена тоже есть вот аналог Хонды Трейл, получается. Называется он Yemi, как мы уже не раз показывали. И есть, соответственно, Yemi и Yomi. Yomi это вот такой мопед на вариаторном двигателе. В стиле чоппер, наверное, даже, видите, с высоким рулем. Также Зонгшен производит и для ряда стран, где тук-туки применяются. Вот такие тук-туки. Кстати говоря, если посмотреть на характеристики, то можно увидеть интересные вещи. То есть, мало того, что этот тук-тук электрический, он еще и на литий-эферу-фосфорных батареях, которые достаточно дорогие. Стенд OneSyn здесь можно посмотреть. Тут достаточно плотно все заставлено. Модельный ряд сейчас у OneSyn впечатляет. Ну и здесь первым рядом, конечно же, стоят самые такие передовые сейчас мотоциклы OneSyn. Это мотоциклы Vouch. В России они продаются. Продаются, в принципе, неплохо, судя по всему. Даже их не хватает многим людям. Некоторые модели, судя по всему, продаются получше. Какие-то, может, похуже. Ну, вот только что в Москве мы видели достаточно большой выбор, например, в магазине Universal Motors в московском. Да и, в принципе, по России уже дистрибьюция как-то их вроде бы наладилась. То есть, достаточно большой выбор есть и в регионах. То есть, ну, насколько они хорошо будут продаваться, там время покажет. Но, по крайней мере, на сегодня они, наверное, начали... Vouch начал именно дистрибьюцию в России раньше всех. Поэтому, может быть, все будет достаточно удачно в будущем. Здесь можно посмотреть электрику у Lansin. Это бренд B-Cose. Раньше мы как-то видели, наверное, одну модель только. Вот ту, которая вторая, видите? С таким интересным консольным задним маятником, как у BMW, например, у электрических скутеров. Вот здесь вот можно посмотреть и такой мини-мотоцикл. Легкий мотоцикл тоже с электрическим двигателем. У нас, конечно, чтобы это продавать, должно пройти достаточно много времени. Потому что, в целом, люди, наверное, пока не готовы переходить на электрические мопеды и скутеры. Это квадроцикл Lansin. То есть, тут модельный ряд они где-то года два назад освежили. И, собственно, дистрибьюцией занимаются тоже те же люди, которые продают и Vouch. То есть, это организация, называется Megamoto, по-моему, да, из Москвы. Группа компаний PIK. То есть, сейчас тоже они есть в России. Можно при желании квадроцикл Lansin купить. То есть, тут вот есть 700-ка. В России, правда, не знаю, 700-ка есть или нет. Есть 500, 50 и 300. Ну, помимо, конечно, таких мотоциклов, как Vouch, дорогих, или электрики, которые выпускаются под брендом B-Coz, или квадроциклов полноприводных в основном, есть, в принципе, и классические еще мотоциклы Lansin с двигателем внутреннего сгорания. Вот здесь мы видим шестискоростной мотоцикл с двигателем 250. У них Lansin выпускают, как вы знаете, свои двигатели, которые в России не так популярны, как Zonction, например, да, которые остаются уже повсеместно различными китайскими производителями. Но все еще, вот, соответственно, модельный ряд обновляется. Здесь можно посмотреть вот такой мотоцикл, наверное, в стиле ралли, да. Давайте немножко с другой стороны посмотрим, чтобы ничего не уронить. Вот такая модель тоже своеобразная. Где-то мы видели похожий мотоцикл, но это не Шинерей, это Чинчи и не Минск, да, который, наверное, прославился благодаря тому, что батька приехал как-то на завод в Минске с инспекцией и там разносил руководство за этот мотоцикл. Ну, такого вида, да, мотоцикл. То есть тут тоже внешний вид похож, но это на самом деле просто иллюзия. То есть это внешний вид, собственно, и заимствован немножко китайцами у какой-то фирменной модели. Тут Чинчи. Чинчи, это, как мы говорили, такой тоже один из самых старых, наверное, китайских производителей. И у них свой модельный ряд. То есть в Россию когда-то кто-то пытался их поставлять, но, наверное, это все-таки бесполезно. То есть больше они именно сотрудничают с европейцами. И модели у них очень своеобразные. То есть они больше такие именно для европейского рынка, соответствующие спецификации и такого же дизайна. Также Чинчи производят вот для китайского рынка Хиосунг. Не знаю, как он правильно читается, потому что это бренд корейский. Раньше когда-то его производили и другие предприятия. Но сейчас его производят вот эти модели именно Чинчи. Продолжение следует...